Привет, Бултаны и Балтухи! С вами Кэти и Мэри. Сегодня мы находимся в легендарном московском ресторане White Rabbit, который совсем недавно получил одну звезду Мишленов. Это, конечно же, флагманский ресторан, ресторанного альянса белых ролев, White Rabbit. Дискционируется как ресторан современной русской кухни. Владимир Мухин очень много путешествует по России, привозит всякие интересные ингредиенты для своих блюд, готовит сезонные блюда. Ну и когда размышляешь о ресторане высокой кухни, White Rabbit приходит одним из первых в мою лично голову. Мы в ожидании, в легком трепете. К сожалению, не получается здесь выстроить красивую картинку из-за того, что помещение находится в полумраке. Это создает приятную атмосферу, когда ты здесь просто находишься как гость, но когда ты находишься как блогер, вносят определенные затруднения. Сегодня мы не так красивы, как готовились. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к нашему постоянному ритуалу Так, у тебя длинный, мне короткий Давай Что хочется сразу отметить Открываешь меню И видишь звездочку Мишлен То есть уже напечатали 50 лучших ресторанов Мировой рейтинг тоже Нет, ну это правильно Говорить о своих заслугах Мировых и местных А еще очень интересно написано слово меню Ю, это ю Идея такая, что это разные стороны света Тут есть губернационный сыр Метаморфоза Меренга с малиней, фисташками И сливочным кремом Меренга вообще что-то везде Вымоченная в шампанском абрикосы И мороженое из ряженки Вот, вот Моего сына зовут Станислав Баба короля Станислава, это практически я Вымоченная в шампанском однозначно просто Это мое привычное состояние Мне кажется, мы обречены на этот десерт Просто за его название Еще один момент, из-за которого можно сюда прийти Это просто полюбоваться городом ночным На Садовом кольце расположен здание И на 16 этаже сам ресторан располагается Тем, кто любит урбан и ночные огонечки Придется явно по вкусу Мы просто очень ограничены во времени Нам с вами сказали, у вас два с половиной часа Полчаса мы уже из них Я, кстати, это не люблю Я хочу дождаться этого момента, когда наше время стечет Это хочет, чтобы отсюда и нас вызвали Карета превратится в тыкву И к нам подойдет официант или кто-то И скажет, девушки, ваше время стекло Давайте на выход Но мы еще, кстати, не выбрали, что мы будем пить Не, мы, а вы Мне интересно попробовать коктейли все-таки А меня сегодня никто не спрашивает Как приятно Кстати, Катя хотела опереть шприц Мне хочется интересный попробовать Пожалуйста, я молчу Трюфель и томат, например Это прямо написано Наше творчество Наше творчество Ну, трюфель у нас и так будет в гусе Можно Убалить и трюфель Можно минимизировать количество трюфелей, ежей и устриц Как же эти ваши трюфели убутут? Ладно, ладно Печеный картофель, гречка и молоко Это точно коктейли, куда мы влезли? Выбираю морковь и мороженое И заинтриговала, раз уж новая русская кухня То хочется вот гречки с молоком Сейчас мы будем пробовать Комплимент от ресторана Комплимент от ресторана Арбузная редька Это такое новшество Среди редьк вывели Я никогда ее не пробовала Очень давно хотела попробовать У меня муж просто сдал Прекрасная возможность Я ему все Ты посади, ты мне эту редьку арбузную Приятный оттенок А вот эта вот редька дает такую Как будто вот нотку Ну не остринку Но вот Да, у редьки вкус не как у обычной редьки Но он более легкий А у баклажан Мне кажется, какое-то необычное масло Используется для приготовления Предлагаю продолжить Самый недорогой салат из меню Овощной салат заправленный сметаной Розовый почему-то Белый кролик с розовой сметаной А она с хреном еще как будто бы Сама сметана Редко такие томаты Ем в последнее время Вот и сладенькие Такие бюстрема У нашей русской томаты Вот эти вот черри там Знаете, у меня какой-то такой Большие куски такие Да, есть неудобно Сейчас вы это увидите Но я хочу сказать, что это какой-то такой вкус детства Ну, как-то застоловать в рот непонятно Большевата Когда салат надо езать Для этого есть ножи машин Да, но это неудобно Когда салат, он как бы уже предполагает, что он порезан Листики большие, томаты большие Вот сметану во все стороны из-за этого летит Больше всего с такой заправкой я люблю соус, который остается в конце В него макать хлеб Мы вот с Капи сошлись на мнение, что этот салат надо есть ложкой и помельче резать Вот эти вот свальные листики Вот, потому что я помню, что вот в детстве именно я его ложкой ею Да, потому что вот этот соус, это самая соль, мне кажется, этого салата Сейчас только иди рестораторам подаем Да? Просто кладезь, бриллианты Сейчас будем дегустировать масло Классная подача масла Классная подача масла с семечками подсолнечника Приятный аромат Масло мне понравилось Семечки придают определенную пикантность Коктейли гречка с молоком Бармен рекомендует выпивать и закусывать Ой, пахнет гречкой Да Этот жвачкой пахнет Мне кажется, что он достаточно крепкий Чувствуется алкоголь Ну, это интересно Передаю тебе эстафетную палочку Вкусы детства сплошные Тут вот прям жвачка Лавис Помнишь, такая была? Да На тебе, от меня с любовью У коктейля очень специфический вкус Действительно, похож на гречка Но это очень специфично И вот эта штучка, она очень твердая Да, ну и что? Попробуем этот Ой, ну это, конечно, очень вкусно Вот такой прям для девочек коктейль Девочки Вам морковь с морожкой, ребят Красивая подача прекрасная Я люблю такие фужеры, да И цвет, и все здесь есть Я могла бы, мне кажется, у залпом прям выпить Да Ну, небольшие коктейли очень Гречка у меня что-то не зашла Это очень вкусно С такой специфической горчинкой Я даже... Да, если, конечно, их сравнивать Он похож на гречку Это более выигрыш Да Я сейчас сижу, понимаю, что у меня послевкусие Как будто я гречки с молоком поела Опять же, выпивать до конца неудобно Потому что этот кусок льда бьет тебе плотно Единственное, что мне не нравится Да И снова веник Как веник Да, мне вот эта стучка понравилась А я все... Помните, такая была реклама Вот этой жвачки-лабыськи Там пела девушка На-на-на-на Ими Я прямо сейчас играю в голове Это Хочу сказать про амбре Ты чувствуешь так? А третьки? Ой Я это не люблю Я тоже Ты заказала? Да, я заказала Но я тут сказала Как в Вольтике Ешь, тигра ругатая Ну я просто думала, что от арбузной редьки пахнут арбузами А пахнет редьками Иу Причём 진짜 в таких лучших традициях по лицу Которая полежала Но здесь же есть еще краб По вкусу это приятно Дожделело попробовать эту арбузную редьку Мне кажется, она просто не с таким Обжигающим вкусом, как у редьки Кстати говоря, отдельно она мне очень даже нравится Она очень сочная Краба не пожалеет Так Ну это от крабика Это бывает Маша не любит, когда в ресторанах Происходят такие косяки Ну не доглядел Что ж теперь его, убить Безда Мишлен Хочу сказать, что хитин В таких очевидных местах Где можно было бы все-таки догадаться, почувствовать Ну такая свежайшая закуска Если бы ее не присолили И убрали весь хитин Было бы супер Перед горячим пронесли комплимент Торбеты из абхазского лимона В качестве освежения наших вкусовых рецепторов Мне нравится Мне нравится больше, чем черные самородины Кисло и очень освежающе Действительно освежило по своей речке Прям нога Тебе и елка, и нога Но русская Русская, русская Не китайская, не китайская, а русская Как у куриц на прилавках Вот такие вот лежали ноги Вот здесь такая же Нет, ты не такая Это тысящая А, хорошо, здесь вот так Она вот так Во-первых, это гусь Это тебе не курица Простите, пожалуйста Я впечатлена Подачей, да? Когда я вижу вот такую подачу Вот я и хочу сказать Что вот это вот звезда мещая Ну ничего, сейчас ей попадется косточка И она изменит свое мнение Я очень люблю Я не понимаю, как это есть, если честно Срезать Нас предупредили, что нога – это ликвизит Ногу не есть Но мне хочется, потому что я люблю вот это вот все Это что? Вот это шашлычок Очень нежно Очень вкусно Это вкусно Это очень вкусно Это необычно Тут такая нежнейшая корочка Похрустывает так, но при этом тает Очень интересный соус Это самое недорогое блюдо из горячего И пахнет не редькой, а елочкой Елка и сеновал А где балалайка, спрашивается в этой задачке Ты вангуешь? Так, давай там хитеров нам поднагони Лучше тех, кто нас будет любить Жаркое, оно в каком-то таком тоже необычном соусе Это трюфель Такой привкус дает Точно Но я хочу сказать, что наконец-то чувствуется вкус трюфеля Как правило, почему-то он не чувствуется И он не перья и не неду То есть здесь прям очень сбалансировано Сейчас трюфель пытаются везде засунуть Как и ежей И где надо, и где и не надо А тут действительно правильное сочетание Еще мне очень нравится, что мы его едим Из него прям пар идет Чувствуется, что я его прямо отослали из печи Пробуем ореховый флипт Ритерно, сладко Ритерно, сладко? Ну вкусно Ну попробовать еще Миндалья роза Ну по орехам в общем мы дарили Этот мне больше нравится Этот прям вылез Напоминает Этот сейчас не очень хочется Потому что он такой сладкий Прям тягучий, приперный А этот легкий Неплотный Прозрачный Вкусный И там есть небольшая кислинка Это работает ему в плюс однозначно Хотя я понимаю, что это скорее сочетание кокосового молока и миндального молока дает такой вкус как у Бейлиса Но получается, что заморочились, а вкус все равно как у Бейлиса У этого коктейля вкус солнечной Болгарии Знаете, там где-то розовое масло везде просто кругом Да, запах трюфеля прямо очень яркий Да, запах трюфеля прямо очень яркий А он был заявлен? Мне кажется, что нет Мясо мне очень нежное Да, мясо отлично А вот это что такое? Что это такое? Хрустящий острый Что это такое? А, это лук, наверное Ну что, попробуем сморочки Что так вкусно? Очень вкусно Этот яркий Даже у него немножко черносливовый отзвенок Все-таки, да, у них свой вкус такой Который вообще ни с чем не спутать Нам принесли десерт Напоминает мне пепелац Помните фильм? Киндадзар Меня не видно, но видно пепелац Зато десерт видно Вот, и тут ромашечки Он такой весь Да, лепестки Лесочный ромашек прелесть Короче, такой весь мгрой Я такая включила, свет выключила Мультяшный Как появился десерт? Сейчас Гатя вам расскажет Пасочку на ночь Спасибо Как появился десерт ромбаба Та-да-дам-там Та-да-дам-там Та-да-дам-там-там-там-там-там-там-там Итак, третий раз я говорю Как появился десерт ромбаба Я ее, кстати, называю Громбаба Польский король Станислав Однажды случайно Задел рюмку с ромом Или там бутылку Не суть важна и опрокинул эту рюмку на булочку-бриошь. Она получилась вся залитая ровом, ему стало интересно попробовать, что же получилось. Он попробовал, ему понравилось. Ну и вот сегодня мы будем пробовать прочтение ресторана White Rabbit. Громбаба по-white-рэббитовски. Да, и тут она ламурная, потому что она баба короля Станислава. Ну да, с лепесточками. И она вымочена не в рове, а в шампанском розовом. Точно, совершенно. Это очень классное дополнение к моему рассказу. Вот эту крышу надо сначала снять, мне кажется. Давай сначала мы идем с мороженым. Это меренга. Все, мы разделали эту бабу. Прозвучала досмысленно. Там внутри такая наполнюшечка, забрикосика и, наверное, тоже еще меренга. Внутри вот эта сердцевина, она как будто накрыта вот этой корочкой. У мороженого очень интересный этот вкус ряженки, но он теряется на фоне всего остального. Это классический бриошь. Я почему-то не чувствую пропитанности в шампанском. Ну, согласна. Я вообще не чувствую шампанского, честно говоря. И это минус. Но врать из меню. Не приторно. Необычно, самобытно. То, что сделано на прикольную, это факт. Нам еще принесли комплимент. Это две конфеты. Надо попробовать конфет. Мне не хватает вот сейчас. Очень тонкая скорлупка. Главное, мне сейчас... У нас сольская просто была почему-то. Конфетка мне понравилась. Настало время прощаться. Что сказать? Конечно же, этот ресторан достоин вас звезд на прощание. Чем наградил мне? Ну, и Катина песня, конечно. Вас за внимание. До свидания. Дорогие москвичи. Доброй ночи. Доброй вам ночи. Вспоминайте нас. Добрыми словами. Только. Всключительно. До новых встреч. Ставьте лайки. Репосты, комментарии. Особенно позитивные. Да, друзья. Мы так радуемся, когда вы нас комментируете, задаете какие-то вопросы. А если вы репостите? А если вы про нас пишете? А некоторые уже так делают? Потому что пользуются нашими анонсами и всякими интересами. И информация, которую мы предоставляем. Ну и вообще, когда вы делитесь своими впечатлениями о том или ином заведении в комментариях, это, конечно, очень интересно, побыть в диалоге и разделить наш общий интерес. Это кулинарию, вкусную еду и красивые места. Пока-пока.